Про паспорт это... Датюшка, все ушло. Что? Ушло. Ушло, хорошо. Дай Бог. Спасибо вас, что... Спасибо. Так вот, слышите? Если вы не поймете, если вы будете в этой системе завязаны, слышите, если вы не сдадитесь из этого паспорта, это Христос сам явился старцу, сказал. Старцу Христос явился. Эти паспорта, которые сейчас имеете, всю калификацию, сдать, написать отказную и избавиться от этой всей символики. Электронные паспорта, которые сейчас чипом будут давать, руками я не имел. Видишь, подержал на ее голове. Датюшка, у меня сейчас вообще... Не имеете? Вот, видишь, а мне рука сейчас все съедет. Вот, видишь? Вот, понятно. Видишь? Да. Вы не такие шутки, молитесь. Сила Бесовская, это, извините, вопрос-то в чем, да? Вопрос-то в том, вопрос-то в том, как вас убедить? Как вам в сердце вложить ум и разум? Как? Вы не верите ничему. Вы маловерные. Вы думаете, что все будет пенсию, все остальное, это вас никогда не спасет. Слышите? Не спасет. И вы готовите... Слышите, что вы все готовите? Ад и детей туда. А вот стояние веры и в истине, это ваше спасение. А для этого надо иметь веру, которой нету. Парализующая рука, вот мне сейчас онемел. Да, да, да. Вы слышите, что я хочу сказать-то? Так вот, радость моя. Вот если бы мы встали в себя, 80 миллионов-то, да, православных-то, были бы ими, а то мы сейчас идол-поклонники системе, компьютерные, и все системы этой идол-поклонники. Что раньше идолов делались чурки, или камни поклонялись, а сейчас вы поклоняетесь, беря эту систему, участие, вы поклоняетесь идол-компьютеру. Это то же самое. Идол, тот же самый. Христиане, чтобы не поклонились идолу, они шли на распятие, их сжигали, и все остальное, понимаете, распинали, как Христа. А вы за милую душу участвуйте в этой системе. Понимаете? Так вот надо понять. Понять! Да. И нам сейчас, кажется, ответить. Нам сейчас ответить тут, да. Да. Нам ответить. Ответишь. Имени Вольфа Святого ответишь. Мишка. Ответишь. Они все равно овцы. 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 Слышите? Все равно они овцы. Они тупые. Да. А она правильно говорит. Они тупые. А почему слепые? Взяли паспорта, взяли на нам, взяли на русал. Ой, да убери! Стоп меня, тараку! Могадать от вас отошла. Ее нет, имена у вас нет. Как я хозяин всего! Ох, кто хозяин всего мира! Ему подчиняется эта система. Весь мир сейчас подчиняется. Понимаете? И мы туда, раз мы в этой системе участвуем, то значит мы участники этой системы. Ох, вот так надо вас всех! Вот так, опять надо всех вас... Ох... Ох! Могур, женя! Да-да-да, там кожа астна. Ох, Кりя! Так, а как ты залеж, тут сосновки там наворочили? Ой, нас так много! Ой, какие... Да, Х identая. Весь мир. Вот залеж, залеж, все улучшить свою жизнь. Як, тебе треба шо казать? Что-то требует мне сказать. Да, вот сказать, что требует. Я хая. Она, бляха, ой, какая. Надо воскреснуть Бог и расточаться в России. Ой, ты достал меня. Я не достаю, Господь достает. Я ничего не достаю. Она, она. Я все равно убью ее. Она моя. Если ты покаешься, не тронет он тебя. Покаешься, будешь молиться, спаститься и соблюдать. И от системы этой поганой откажешься и электронную не возьмешь. Спасение будешь иметь. А за то, что мучаешься, за свои грехи, за свои аборты, за своих детей. Вот. Лишь за стола-то. Поэтому претерпеть должна. Абортов-то нет. А ты ошибся. А что там есть? Ой, не то. Да. А это то же самое, ты вот шмей. А как нет? Это то же самое. Это то же самое. Как ты мне нудай. Отпусти ее. А почему ты нудай? Отпусти ее. Мне нельзя ничего сказать. Почему? Отпусти ее. Ты что мне обращаешь? Она должна умереть. Отпусти ее. Она умереть не будет. Она спасет. Вдохнет. Вдохнет. Вдохнет она. Вот. И ты здесь с ней. Она сдохнет. Вдохнет. Душа ее пойдет в рай. Если она покаетесь. И сучонок ее умрет. И он до воскресет Бог. И расточатся в разину. И добежат от лица ненавидящих его. Спасибо Господи по миле. Да все понятно, нет? Или ничего не понятно? Все понятно. Вот весь мир сейчас. Весь мир. Это наши дети. Дома. Это наши сыновья. Это наши с вами мужья. Это наши с детьми. Это мы с вами. Вот все одержимы. Вот такими. Это только Господь попустил войти. А они там телевизионщики. Матершинники. Курильщики. Блудники. Чтобы вопросы больше не задавали. Мне лишних. Понимаете? И пока они не покаются. Не придут в храм. Не очистятся сами. Ибо они очистят свою шкуру там внутренности. Тогда Господь поможет им. Слышите? Я вам отвечаю наши вопросы. Вы пустые. Вопросы мне не задавали. Слышите? Нет? Сын ли, дочь ли, зят ли. Да. Они должны прийти в храм. Покаяться. Очиститься. Тогда Господь этому человеку помогает. И начать жить по заповедям Божьим. А когда помойное ведро. Туда супа чистого налить или воды. То вода эта помойка превращается. Поэтому тело наше это ведро. Сосуд. Где живет дух. Святый. Да. На прикрещении. И вот когда мы курим, пьем. Мы тершиничим. Глудим. Убиваем детей своих. То мы превращаем свой сосуд. Во что? В поганое что? В ведро. А чтобы его поганое ведро сделать чистым. Надо отмыть. Для этого Господь положил покаяние. Поэтому вашим детям. С мужу или кому-то. За кого вы ходатай. Надо прийти. От поганства. От окаянства. Очиститься. Покаяться. 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 Тогда Господь. Чисто. Сердечно. Сделать все. Тогда Господь будет помогать. Все понятно? Понятно. Покаяться. А поэтому мертвому припарку. Зачем она нужна? Покаяться. 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 Вот весь мир сейчас. Он одержим как раз вот этими всеми бесами. Весь мир. Вы-то падаетесь и претерпите-то все. Вам Господь за ваши грехи попустил. Вы покаетесь. И претерпите свои вот эти болячки. Господь вас простит. И если вы будете без ропота. Со смирением это нести. И будете жить свято. И исполнять посты. Следую. Пятницу. Ходить в храм. И все остальное молиться. То Господь. И вот эту символику сатаминскую не возьмете. Значит. Венцы вам обеспечены. А вот те, которые взяли. Не ходит ничего. Им ад. Все понятно вам, нет? Чтобы вопросы ваши здесь пустые. Больше не слушать. Они сделают. Спасти нет. И в этой системе сейчас глобальной. Глобалистической. Что сейчас номерует. Дает всю эту систему. Наберут шестерки. И все это проводят. Идеологическую систему глобализма. Это дает вам имена. Вместо ваших имен. Дает вам покрещение. И когда вы берете эту всю систему. Вы делаете сделку с дьяволом. Ангелы расходят и плачут. А лукавые уже руководят вами. Поэтому дьявол, который кричал весь мир мой. Вот весь мир как раз мой. Глобальный мир. И Господь говорит. Я приду судить живых и мертвых. И едва ли обрету веру на земле. Радуйтесь. Малые стадо. Не глобальные. Дьяволские 6,5 миллиардов населяющие. А малые стадо. Как перед всемирным потопом. Господь судить. Все будет там написано. Все будет так же как приноиме. Приноиме. Слышите? Все так. Один в один. Все праведное. Иной своим семейством спасся. Как и сейчас будет. Но сейчас пострашнее. Начертание. Начало и на руку. Не купить и не продать. Невозможно эту систему. Тебе не дадут пенсию. Не дадут тебе то-то. Не сделают то-то. Вот вас и загоняют. Сейчас тоже. А для того чтобы взять. Надо всех пронумевать. А это вся дьявольская система. Все понятно? А как выжать? Никак. Уповая на волю Божию. А это испытание нам дается. Двери, стояние. А что толк ты будешь пить, жрать, спать. Как весь мир будет. Как до всемирного потопа. Пили, жрали, спали. Размножались, переблудили, убивали. Одевались. И Господь медведь утопил. И так сейчас все тоже. Какая разница? Такой разницы нет. Это что, ты не знаешь, что такое Голгофа? Спрашиваешь, как выжить? А? Объясни, что такое Голгофа. Я бы вспомнил все вообще. Не, ну тебе же дали вопрос. Объясни, что такое Голгофа. Что Христос на кресте? Скажите, он Бог. Он Бог всемир, всего мира, вселенной. А зачем он на кресте был? Скажите, нам объясните. Вот как раз он задает, что такое Голгофа. Зачем Христу, вон, на кресте взирайте, смотрите. Зачем он на кресту был висеть? Зачем? Он безгрешный. Он Сын Божий. Ему подвластно будет все. Один вновении перелегнулся в мир и придет судить весь мир. Зачем же ему на кресту был? Скажите. Это бы нас спасти. Нас спасти. А, падший мир. Воплотился плоть нашу. Умертвил его пованную плоть блудную, развратную. Он-то был-то чистый, а мы-то он показал нам. Он свою чистую плоть за нас. И кровь чистую, и через эту плоть чистую кровь дал спасение нашему роду человеческому, падшему человеку. А мы-то все в смертных грехах от юности своя. Все сблудились, все скурились. Дет-убийство. Детей не возродили. И все, и вся. Посты ничего не соблюдаем. Мат-перемат. Курим. Пьем. Блудим. Воруем. Убиваем. Мы все здесь. Не знаем мы в чем. И кто-то за нас что-то должен сделать. А зачем это я? И опять мы стремимся что? Спасти. Что? Тело. Ну как бы ты ни пил, ни жрал. Как бы ни обувался, ни одевался. Сколько бы ты ни спал. Ты смертен или не смертен? Скажите. Вы смертны или смертны? Смертны. Смертны. Куда твоя душа пойдет? Ваше. А если ты умрешь за Христа? Куда твоя душа пойдет? В Царство Небесное, как бы Христос, умер, распялся за наши грехи и своим воскресением дал нам спасение. Так как же вы хотите спасти свою душу, не очистив и не умыв свои смертные грехи своей жертвой? За вас это делать никто не будет. Христос за нас сделал. Он дал нам, возвел падшего Адама через свой крест к Отцу. А вот за ваши грехи вы должны сами возводить себя. За своих детей, за свои аборты, за свою прожитую жизнь вы должны очищать сами. Вот это и есть Голгофов, про который сейчас сказали. А вы хотите, видишь, да? Спать есть, пить, печень получать, газ, вода. Здравствуй, Господи! Своими смертными грехами. Вот у меня пришла. Значит, да, я постояла. Значит, вот и все. Для меня это радостно. Не обманывайте себя. Не обманывайте себя. Нет. Не получится.